МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. Вместе со мной работает оператор Михаил Осетров. Съемочную бригаду дежурного быстро возят по пермским улицам такси «Ангел», которые и вы с легкостью вызовете, если наберете простой номер 2700-600. И, кстати, загрузите на плей-маркете приложение «Такси Ангел Пермь» и получите 200 рублей бонусом. Традиционно начинаем с телезрительского кадра дня. Анна Комарова рассказала нам о том, что есть сосенка с собственным именем. Обычно деревья безымянные, а вот эту на Екатерининской, 63. Зовут Кася. Во дворе 44-го дома по улице Маяковского нас ждали сразу две хороших новости. Первая. Обитатели окрестных дворов наконец-то научились читать, потому что еще сравнительно недавно вот эта табличка «Мусор не бросать» была окружена огромной горой этого самого мусора, который не бросать. А здесь, между прочим, дорожка в детский садик. Представляете себе, каково родителям было детишек водить? И приятная новость номер два. Коммунальщики таки заработали свои плюс 50 к карме и всю помоечку под метелочку вывезли. Еще в начале мая здесь, на Маяковского 40, провалился асфальт во дворе. Потом, естественно, приехали коммунальщики, все раскопали. Еще потом засыпали гравием и пообещали, мол, ребятушки, восстановим благоустройство по всем законам добра и красоты. Сегодня жители 40-го дома по улице Маяковского ломают каблуки вот об этот самый щебень и ждут, когда же коммунальщики выполнят свое обещание и восстановят благоустройство. В ответ тишина. 7 мая у нас начались раскопки, и все это не прекращается, ничего нам не заделывают. Раньше у нас тут был асфальт такой красивый, ровный, клумбочки стояли с цветочками. Я лично сама отсадила рассаду, все. И вот, видите, вот это безобразие. Ничего не меняется, ничего не хотят менять. Никто ничего не хочет делать. В саднице верхом на конец цветочки, да мягкие игрушки. Немножко фантазии, немножко труда. И придомовой полисадник превращается в позитивный кадр дня от дежурного по городу. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжаясь наш конкурс на лучшую новость недели. Вот два приглашения, каждая на два лица в 3D-океанариум в парке Горького. Поэтому на этой неделе у нас будет сразу два победителя. Есть за что бороться, друзья. А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. Пишите и звоните. Встречайте завтра Анну Водоватову. Но на сегодня Игорь Гиндис и Михаил Сетров заканчивают свою работу. Спасибо. Удачи. Пока.